Добрый вечер! Вы смотрите специальный выпуск новостей, посвященный Великому Дню Победы. Поздравляю вас с праздником! Меня зовут Антон Скаль. Сегодня в России отмечают 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Москве на Красной площади прошел Парад Победы. В нем приняли участие 13 тысяч военнослужащих. Традиционно состоялся смотр военной техники в этом году. Представили больше 159 единиц наземной техники, 75 самолетов и вертолетов. Музыкальное сопровождение обеспечивали сводный тысячетрубный оркестр московского гарнизона. Впервые в Параде Победы задействовали новейшие истребители Су-57. Замыкали строить два модернизированных самолета МиГ-31, оснащенных новейшими звуковыми ракетами комплекса «Кимджал». А завершило праздничное мероприятие «шестерка Су-25», которое пролетало в сопровождении дымовой завесы в цветах государственного флага России. А вот в Алтайском крае праздничные мероприятия начались в 9 часов утра. Сотни барнаульцев возложили цветы к мемориалу славы в память о погибших в Великой Отечественной войне. Напомню, от Алтайского края на фронт ушли 600 тысяч человек. Каждый второй не вернулся с войны. Гвоздики и венки на площадь Победы в Барнауле горожане несли с 9 часов утра. Почтить память погибших пришли военные представители власти и духовенства. Цветы к памятнику обелиску возложили губернатор Алтайского края Александр Карлин, глава администрации Барнаула Сергей Дугин. Сегодня ветеранов, которые участвовали в боевых действиях, осталось совсем немного, около 2000 человек. Те, кому позволило здоровье, тоже пришли почтить память боевых товарищей. И, конечно, цветы к обелиску несут барнаульцы, которые потеряли на войне дедов и отцов. Я всех наших россиян поздравляю за их терпение, смирение, за их любовь друг к другу. И чтобы мы так жили вечно, никогда не подставляли друг друга для плохих дел. А в 10 утра в столице Алтайского края прошел парад Победы. За торжественным построением барнаульского гарнизона с трибун наблюдали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. К ним, а также ко всем жителям региона с поздравлением обратился глава Алтайского края Александр Карлин. Уходят в историю великие даты и люди. Редеют ряды защитников Отечества тех памятных лет. Мы делаем в крае все от нас зависящее, чтобы жизнь участников войны и тружеников тыла была во всех отношениях достойной. Всемирную заботу о ветеранах войны мы воспринимаем как наш неоплатный долг и святую обязанность. Мы гордимся вами, дорогие ветераны. В вас наша сила и вера. Память погибших почтили минутой молчания. Затем началось праздничное шествие. В нем приняли участие парадные расчеты войсковых частей, силовых структур и кадетских корпусов. Всего больше тысячи человек. Знаменные группы пронесли флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Затем перед зрителями проследовала колонна техники времен Великой Отечественной войны. Отметим, участники готовились к параду два месяца. Праздничный парад продолжила шествие Бессмертного полка. В этом году в акции поучаствовало больше 50 тысяч жителей и гостей Краевой столицы, которые вышли с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны. В колонии присоединилась и наша корреспондент Анастасия Борисова. В самой масштабной, пожалуй, самой трогательной части парада Победы, акции Бессмертный полк, участвуют сотни тысяч барнаульцев. Люди приходят с воздушными шарами, флагами, транспарантами и, конечно, портретами тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Значение этого события можно описать только одной фразой – «Помним и гордимся». Колонна Бессмертного полка растянулась на сотни метров. Сегодня все, кто в кровопролитные годы боролся за Родину, вновь в строю. Память об участниках страшной войны жива, пока мы из поколения в поколение передаем их рассказы. И каждая история заслуживает отдельного внимания. Мой прадед, белоруков Николай Степанович, он воевал на войне. И в 1942 году было задание такое, чтобы захватить вражеские пулеметы. И вот его ранили сильно в ногу. И он задание-то прошел. Его наградили медалью за отвагу. Эта масштабная акция стала доброй традицией во всем мире. Сегодня портреты фронтовиков пронесли в Англии, Испании, Италии, Франции и еще сотни стран. А в России, в том числе и в Алтайском крае, сегодня не было ни одного города или села, где бы не прошли колонны Бессмертного полка. Когда объединяется столько людей, такое вот даже чувство, я уже постоянно испытываю, что вот все ветераны, вот они рядом с нами находятся. То есть какое-то невероятное ощущение, ну, гордость за свою страну. Это очень волнительно, но я горжусь тем, что наше поколение и молодое поколение помнят и чтут тех, кому обязаны своей жизнью и счастьем. У нас немного уже осталось участников войны, но остались и дети, которые помнят, остались внуки, которым мы, естественно, передадим и память, и пусть у них не будет войны. Тех, кто отдал дань памяти предкам только в прошлом году в нашем городе насчитали 50 тысяч человек. В этом году организаторы говорят еще больше. А в целом, конечно, главное не рекорды, а то, что судьбы тысяч людей соединились в одну общую судьбу и одну общую память. Анастасия Борисова, Александр Морозов, Новости. А завершилось народное шествие у Дворца Спорта на площади Сахарова. Именно там сегодня воздвигли стену памяти. Это место стало кульминацией масштабной акции «Бессмертный полк». Все подробности у Евгении Князевой. Документ ежегодной годовщины Победы. Каждый раз под ним расписываются тысячи людей со всего мира. Стена памяти – финальная точка шествия «Бессмертного полка». Запись о своих героях Великой Отечественной здесь могут оставить не только те, кто шел в торжественной колонне, но и все желающие. Сотни барнаульцев приходят сегодня сюда, к финальной точке стены памяти, чтобы сказать спасибо своим героям. Скажу спасибо и я, ведь я помню и я горжусь. А это отец мой, Винников Иван Петрович. В 1942-м призвался под Сталинград сразу его и в ноябре погиб под Сталинградом. Вроде и радость, и в то же время печаль. В общем, перед праздником 9 мая целую неделю плачу. Это мой отец Молчанов Василий Васильевич. Погиб в 1941-м году в Калерии. В армию был взят и в 1937-м году на Финляндскую войну. Шесть метров в длину и три в высоту. Огромный лист стены памяти в первые же минуты после открытия был полностью исписан. Именами и фамилиями тех, кто в военные годы грудью стоял за великую российскую державу. Традиционно после 9 мая транспарант передают в Краеведческий музей. Поэтому даже спустя годы мы сможем взглянуть на летопись стены памяти. Евгения Князева, Роман Хайрулин. Новости. Международная акция «Бессмертный полк», конечно же, прошла не только в Барнауле. В ней приняли участие и другие города, и районы края. Одним из самых масштабных на селе стало народное шествие в Рудинском районе. Там в параде приняли участие около 500 человек. Для Рудинского района это шествие стало самым крупным за последние несколько лет. Примечательно, что на площади было много школьников, и они охотно делились историями о своих прадедах. Сегодня я расскажу про моего прадедушку с папиной стороны, Прилосского Егора Максимовича. Я во втором классе. Пришла я с мамой и с сестрой. А что на «Бессмертный полк» я уже очень давно, около трех или четырех лет. А сейчас возвращаемся в краевую столицу. Здесь, на площади Сахарова, сегодня прошли народные гуляния. В центре Барнаула развернулась полевая кухня, работал пункт отбора на военную службу. И, конечно, со сцены звучали песни военных лет. Обзор самых ярких событий в сюжете Елены Заздравных. «Прощай, милый зря, не все из нас придут назад». Песни о войне. Они особенно трогают сердце. В каждой строчке судьбы миллионов. Наших дедушек, бабушек. Слезы на глазах. Особенно в этот день, в День Победы. Но то, что совершили наши деды, ты помни, никогда не забывай. Несмотря на пасмурную погоду, на площади Сахарова тысячи барнаульцев и гостей города. У каждого история своего героя. У меня два прадеда и один дед воевали в эту Великую войну. Один дед мой не вернулся. Сгинул, к сожалению, без вести под городом Евпатория в Крыму. В следующем году собираемся с друзьями поехать. Может быть, какую-то ниточку найдем в поиске. А я оделся, потому что очень уважаю память моих предков. На бессмертном полку я сегодня шел с фотографии моего прадеда Василия Гориловича Перунова. Гвардии старшины, который прошел от Москвы до Берлина шофером. Выставка книг, картины, в которых отражена вся боль войны и радость встреч. В центре города развернулась и полевая кухня. Ну как без нее? Классическая перловка с тушенкой. Подкрепившись, самые маленькие гости праздника смогли доказать – враг им не страшен. А те, кто уже решил встать на защиту Родины, здесь же, на площади Сахарова, в специальном мобильном пункте, смогли записаться на службу по контракту. И таких желающих оказалось немало. Я собираюсь в Гуаталейск, мотострелковый, увидел пункт отбора, мобильный. Ну, желание какое-то появилось сразу. До данный момент число обратившихся на пункт отбора превышает пару сотен человек. Около 50 человек изъявили непосредственно желание поступить на военную службу по контракту. И более 20 человек уже написали заявление и начали процесс оформления уже здесь. Праздник на площади Сахарова не заканчивается. На сцене еще прозвучат песни военных лет, стихотворения, творческие коллективы исполняют танцевальные номера. Завершится концертная программа в 22.30. Елена Заздравных, Антон Червяков, Александр Морозов. Новости. И пока одни наслаждались концертами и выставками, другие решили отметить 9 мая в кроссовках и спортивном костюме. Они вышли на старт традиционного краевого легкоатлетического пробега «Кольцо Победы-2018». Участники соревнований могли выбрать разные дистанции пробега на 1, 2, 5 и 10 километров. На 5 и 10 километров бегунов допускали только по заявкам, заверенным врачом. Или по справке врача. Пробежали «Кольцо Победы» все от мала до велика. Всего около трех тысяч человек. Скорб, любые трудности, они вместе преодолеваются легче. И сегодня праздник, посвященный Дню Победы, отчасти то же самое. Я верю во всех людей, которые начинают этот забег, неважно, закончат или нет. Главное, пусть они будут участниками. Также работали и другие спортивные площадки. Барнаульцы и гости краевой столицы могли испытать силы в настольном теннисе, гиревом спорте и сдаче норм ГТО. И приятная новость специально ко Дню Победы. В нашем книжном шкафу на железнодорожном вокзале появилась литература военной тематики. О самом интересном издании расскажет моя коллега Татавик Геворгян. Картину «Я, русский солдат» сняли в 1995 году по роману Бориса Васильева «В списках не значился». Это одно из самых известных произведений о Великой Отечественной войне. Оно основано на реальных фактах и воспоминаниях очевидцев обороны Брестской крепости. Главный герой – лейтенант Николай Плужников. Он оказался в крепости накануне войны и по собственной воле стал ее последним защитником. Десять месяцев лейтенант сопротивлялся фашистам и умер несломленным. Эта книга была выпущена в 1985 году алтайским издательством. Тираж 100 тысяч экземпляров. Теперь ее можно найти в нашем книжном шкафу на железнодорожном вокзале, а также другие издания о Великой Отечественной войне. Если у вас есть книги, которые вам больше не нужны, привозите их в нашу редакцию по адресу Пролетарская 250 или звоните по номеру 65 22 25, и мы сами их заберем. А о самых интересных изданиях мы расскажем в следующих выпусках. Татавик Геворгян, Алексей Шаульский. Новости. На этом у меня пока все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте katun24.ru, а следующий специальный выпуск, посвященный Дню Победы, смотрите в 20.30.